учить надо очень много иметь такой широкий кругозор но пользоваться все равно надо одним двумя тремя методами какими-то одним двумя тремя элементами одной двумя связками чем реальность ситуации отличается от спортивными я еще раз просто напомню хотя это было уже сказано на 200 раз и если мы видим что в какой-то более менее экстремальной ситуации все заканчивается возней на асфальте то конечно это плачевное состояние на улице нет теплого зала с не скользящей поверхностью под ногами на улице у вас не один противник зачастую а несколько и где вот этот подход который сейчас был описан вполне естественен и он очень плачевен он плачевен не только для тех кто разбирается в спорте и даже по спорте он и для бойцов очень плачевен это это грустно то чтобы там наблюдаем перед смертью не надышишься это не девиз бойца цико вы лежите и даже даже вот так эксперт не закрываетесь эта ситуация все равно против вас и бог с этими рассуждениями обратили внимание как эксперт нам продемонстрировал хорошую с его точки зрения защиту и не только потому что боевая ситуация значительно шире конечно значительно шире чем любая спортивная мы услышали то что и должны были услышать и хорошо бы еще это увидеть в особенности тем методом который был выбран для этой демонстрации но прежде братцы очень хочу чтобы у меня правильно поняли моя задача не троллить кого-то вы знаете на нашем канале не делается такой контент я очень редко выступаю с такими вот реакциями на экспертное мнение стараюсь этого избегать и речь во всем что было сказано идет не о том чтобы мы там посмеялись поглумились над человеком не знающим человек знающий человек правильно выполняющий то что осваивал и не могущий выполнить то чему не учился о чем мы говорили в предыдущих частях посвященных вот этой теме поглощение всей активности противника использование этой активности в собственных целях подавление его инициативы за счет его же инициативы